Да, к моему большому сожалению, я не могу вам все показывать, потому что на это не всегда есть время. Значит, в одной емкости у меня суп, в следующей емкости у меня овощную рагу, опять суп и опять овощную рагу. Ну, это связано с тем, что овощного рагу мне нужно 143 килограмма, а супа мне нужно 217. Но если здесь немножко больше налью и здесь, и воды больше добавлю, и здесь больше воды добавлю, то я выду на свои литры. Если мне мало ли даже не хватит этого, то я могу всегда скипятить воду и просто потом добавить уже в суп, да и все. Слава богу, емкости у меня позволяют. Здесь я особо не взвешивал, не перевешивал. Я взял количество соли, которое они указали, количество перцев. Я просто на глаз разбросал, потому что в дальнейшем у меня ванна, в которой я буду все это мешать, на 200 литров. И я вот эти 143 литра туда полностью сгружу, перемешаю. И если мало ли что-то там не будет хватать, то всегда могу добавить, и нет проблем. Ну, в смысле добавить по соли, по сахару, по перцу, не более того. Готовить, скажем так, готовить несложно, просто нужно немножко организованно смотреть, просматривать, что у тебя есть в твоем распоряжении, как ты все это будешь делать. Сейчас будем готовить панакоту, зиад будет готовить наши ираксики товарищи. Ему сказали, будешь варить, а панакоту только, говорит, это, сахарную пудру с пакета высыпь. Я ему говорю, что с пакета забрасывают там, и все. Ну, мы прикалываемся. Как без этого? Вы просто всего не видите, что мы тут творим, поэтому лучше вам не видеть. Я имею в виду прикол между собой коллегами. Не то, что там связано что-то с едой, какое-нибудь безобразие. Не-не, не в этом плане. Ни в коем случае. А вот так мои коллеги украшают фокаччо. Значит, запекается она при температуре 180 градусов 11 минут. Потом разрезается по всей длине. Раскладывается. Обе стороны промазываются сливочным сыром. Укладывается лула-росса или лула-бионда. Или любой другой салат, который нравится народу. И потом идет укладка. Здесь в данном случае вегетарианский вариант. Сыр, огурец и пакета. Все. Потом крышка просто закрывается сверху и нарезается на 24 части. Потом вставляется сверху шпажка. Все. Готово. Так, у меня задача стоит приготовить лапшу в азиатском стиле. Значит, мы применяем у себя на фирме два типа лапши. Одна с содержанием яйца, другая без содержания яйца. С содержанием яйца я ее просто-напросто заливаю горячей водой. Ну, температура примерно 60 градусов. От 60 градусов. Если она даже кипяченая, ничего страшного. Но смысла нет ее разгонять, поэтому этой температуры хватает. И оставляю на какое-то время, пока вот эти бруски, они, брикеты точнее, они не разойдутся. А вот сейчас, которая у меня сейчас, она рассыпная лапша. Ее нужно отварить обязательно. В ней содержание яйца, поэтому нужно сварить, чтобы она не была кашей. Далее у меня отдельно лапшу я на ночь оставляю просто на гастроемкостях с отверстиями, чтобы стекла лишняя вода, если какая-то есть, и чтобы она подсохла. На следующий день я обжариваю ее полностью на сильном огне при 200 градусах, чтобы у нее образовалась корочка. Обжариваю на растительном масле с добавлением кунжутного. Также отдельно обжариваются овощи. И потом я начинаю все уже это смешивать. Добавляю стандартные специи, такие как кетчап манис, азиастайл, кисло-сладкий соус, обязательно кновляух. Соевый соус, сам говорит за себя. Не важно, какой вы возьмете, светлый или темный, суть от этого не изменится. Просто если будет мало соли, то солит и да и все. Обязательно добавляю листья лайма, если есть в наличии лемонграсс. Это все я крупно нарезаю, чтобы его просто, мол, видно было, чтобы гость, если ему, не дай бог, попадется, чтобы он это мог взять. Потому что это аромат, который при разогреве нудель, он раскроется, и он будет пахнуть сногсшибательно. Но он и сейчас уже пахнет у меня, будь здоров. Ну что тут у меня еще? Еще какая-то вот специя тут есть в большом ведре у меня. Я не знаю, какая она, но она острая. Поэтому я с ней работаю с удовольствием. Ну вот теперь мне все нужно все это дело перемешать, сбалансировать вкус. И все, лапша у меня готова. В следующий день я ее просто загоняю под пар и все. В принципе, да. Ну, у меня есть такая лапша на канале. Можете посмотреть, в домашних условиях сделать. Называется она, по-моему, если не ошибаюсь, видео. Его можно посмотреть. Сейчас скажу. Готовое блюдо у меня в плейлисте. Зайдете и там найдете его без проблем. Лапшу можете приготовить. Все. Поехали дальше. Параллельно китайской лапше я варю демиглас на костях, как положено. Его за 6 часов приготовлю. Ну так, ну и варю параллельно макароны. А куда же без них? То есть пользуюсь любой свободной минутой, чтобы что-то сварить. Люблю я это дело. Опять кто-то сорвал джекпот. Не знаю кто. Опять кто-то заработал полтора косаря, не напрягаясь. Сейчас по 5-3 поджарные будут искать, где причина. Хотя у нас все закрыто. Где-то сработало, но не занятно где. Потому что много всего. Показывает большой палец. Это не мы, но кто-то сигнализацию активировал. Смотрим сейчас. Будем искать. Вредим все равно будет найден и оштрафован. Никуда он не денется. Самое неприятное во всей этой истории то, что выключают вентиляцию. И у нас вытяжка не работает. Все приборы-то работают. Думаю, все четыре каменные автоматы работают. Две комфорты работают. Но я пока отключил, но все равно отключу-то и отключусь вентиляцию. А процесс-то продолжается, она же горячая. Да, чем не приятна такая история. Просто сейчас температура поднимется. Мы все спотеем, как сус-таки. А потом включить вытяжку. И не дай бог кто-то из нас пойдет сейчас в морозильную камеру или в холодильник. Можно очень легко заболеть. У меня так было прошлый год. На улице было 34 градуса тепла. Отключили вентиляцию. Здесь поднялась вообще пешеная температура. И так было жарко, а еще и на улице. И я зашел в морозильную камеру. И я был вспотевший уже достаточно. И мне хватило, чтобы у меня даже моя поварская кубка слегка подмерзла. Как вы знаете, белье вымораживают в России или в Казахстане. Там зимой не сутваж ноге. Такая вот грустная история. И я вышиб. Да, меня выбило из колеи на одну неделю. Вот такой неприятный случай. Хуе морген, хуе морген, хуе так. Это я не матерюсь, эта песня такая есть. Я вам линк оставлю под этим, блин, под видео. Так, мне нужно пробраться в морозильную камеру. И вот вы сами представляете, что это такое. Мне нужно всего-навсего пару коробочек. Да. Ну, тут либо так, либо материться, либо петь другую песню. Ишли бы дойче ланд называется. Ишли бы дойче ланд, ишли бы дойче ланд. Ишли бы дойче ланд. Па-ра-па-ра-па-па-па-па-па. Па-па. а ну я же говорю тут ну все понятно ладно сейчас разберемся на сегодня у меня не сложная задача приготовить макароны 88 килограмм сварить овощи точнее стручковую фасоль у нас всегда бывает как обычно форс-мажорные обстоятельства и сегодня стручковую фасоль не привезли поэтому я взял так называемый датчика оля лайт называется это смесь овощей состоящие зеленого горошка моркови и спаржи это я уже приготовил уже все теперь следующие опять форс-мажорные цельница рагу из курицы мясо bio его пока до сих пор еще не привезли вот уже сказал шеф сказал ждем до 12 потом будем доставать то что в морозильной камере есть будем готовить из этого соус конечно я уже приготовил нужно меня готов стоит дожидается своего часа ждем теперь только курицу потому что мне нужно все будет это делать вскипятить обязательно проварить как я уже всегда я вам говорил что соус нужно проваривать так ну и далее все блютен фрай спагетти это у меня уже все готово все все что оранжевое это мое все что я вычеркнул это уже готово но помимо этого у меня по четвергам ну чтобы не думали что я буду дальше ковыряться в носу нет у меня по четвергам есть вот такой еще поступает листочек меню на субботу воскресенье это где каждому гостю отдельно в черной упаковке упаковывается и вакуумируется нужно приготовить почти два литра томатного соуса он уже готов имея уже вычеркнул вегетарианская колбаса она еще не пришла я жду ее не только нужно будет его пожарить это не горит это будет можно сделать завтра так гуляш фабринт у меня он уже находится на плите почти готов рам соус это темный соус со с добавлением сливок но здесь у меня сразу идет просто темный соус варю одну массу и потом разделяют добавляю сливки вскипятил загустил немножко досолил доперчил готова рис у меня готов цельнозерновой рис тоже уже готов макароны готовы тортеллини готовы и здесь стручковая фасоль но немножко у меня было как раз мне для этого хотела ну вот в принципе и все сейчас я это доготавливаю и можно будет посмотреть какие у заготовки будут на завтра вот так вот и проходит у меня рабочий день ну вот мой красавец гуляш не готов цельнозерновой рис не знаю вот его заказать я бы его и даром есть не стал ну конечно это не мать я люблю и либо басмати райс либо жасминовый мне приятнее по вкусу так ну а стручковая фасоль все она делается просто бланшируется отдельно обжаривается лук с добавлением чабера немного чеснока соль перец все готово обязательно подписываю чтобы человек который мне это отдал чтобы он знал специально делать вагончик для него тележку точнее потому что людей много и неизвестно куда это может укатить чтобы каждый видел что это моё точнее его уже но сегодня мне нужно будет приготовить рот и груз и это такой немецкий десерт который готовится с с мороженой вишни и другими ягодами которые приходят замороженном виде его можно есть прекрасно с с пудингом с мороженым и с другими дополнениями помимо этого мне нужно будет сварить суп кремовый с брокколей добавлением лосося вот бывают такие действительно что когда хочется материться ругаться плеваться как только я этого поставщика сегодня какими его матами никто посмотрите что это тварь по-другому его не назову мне привез это я сел из 12 килограмм я вот это все выбрал кости какой-то непонятный жир всякая хрень так я при не понимаю как можно вот за денег быть такой тварью и такой вот привести а я ведь готовлю для детей а дети впитываю средства как привет преподнесешь такими они и вырастут короче зла у меня не хватает вот так вот и бывает